Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, картинами. Ансельм фон Фейербах, один из наиболее значительных немецких исторических живописцев 19 века. Сын профессора Ансельма Йозефа фон Фейербаха, препятник философа Людиха Фейербаха. Получил общее образование во Фрейбургском лицее, начал серьезно изучать рисование и живопись в 1846 году в Дюссельдорфской академии художеств под руководством Фридриха Вильгельма Шадова. Но пиетические направления этого художника не пришлось ему по вкусу, и он в 1848 году перебрался в Мюнхен, где в течение почти двух лет с большой пользой для себя занимался у Карла Раля. Затем, с целью усовершенствоваться в колорите, он отправился в Антвербен, оттуда в Париж, путешествовал во втором из этих городов в Париже. Он работал сначала под наблюдением кутюра, а потом уже самостоятельно. Из Парижа Анзельм фон Фейербах в 1853 году переехал для свидания со своей матерью, Карлсройе, город такой. Проведя там около года, написал одну из своих картин, называлась «Смерть Пьетра Ретина». Великолепно сочиненное произведение, отзывающее влиянием отчасти кутюра, отчасти венецианских мастеров. Обнаруживающее пристрастие художника холодным, тяжелым, серым тонам. Получив от великого герцога Баденского стипендию для поездки в Италию, Фейербах пробыл некоторое время в Венеции. Писал картину, делал копию «Взятия Богородицы на небо» Тициана. Написал красивую работу поэзии. И с 1855 года поселился надолго уже в Риме. Подружился с самым юнхенским любителем живописи бароном Адольфом Фридеком фон Шак, который поддерживал его покупкой его картин и многое способствовало ему известности. В 1873 году художник был приглашен профессора Венской академии художеств, но в 78-м, через 5 лет, отказался от этой должности, убедивший в своей неспособности быть преподавателем. Последние два года жизни провел в Венеции, занимался заказанным плафоном для актовой зала Венской академии. Но не успел окончить работу, сделал только среднюю картину этого плафона. Плафон был довершен по его экскизам Кристином Гриппенкерлем. В заключении хочется отметить, что согласно британской энциклопедии 1911 года, он был погружен в классическое знание, его фигурные композиции обладают статным достоинством и простотой греческого искусства. Он был первым, кто осознал опасность, возникающую из презрения к технике, что мастерство необходимо для выражения даже самых возвышенных идей, и что плохо нарисованная цветная карикатура никогда не может быть высшим достижением иск. Работа художника находится в музее Кёльня, Фрайбурга, Пайре, кстати, и в Риге есть несколько работ и так далее. После его смерти его мачеха Генриетта, с которой он всегда был близок, и которая всегда много делала для развития его карьеры, написала книгу под названием «Завещание» или «Наследие», включая его письма и автобиографические заметки. Эта книга оказалась чрезвычайно успешной и значительно укрепила его посмертную репутацию. Так, так говорится, Википедия. Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать, что я нашел о Ансельме фон Фейербахе, наиболее значительный немецкий исторический живописец 19 века. Пока-пока, до свидания, смотрим картины. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин